Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амельян. В этом видеоуроке курса «Как делать хорошее фото с мобильного телефона» мы поговорим о геоданных. Чтобы ваши фотографии могли сами фиксировать то место, в котором они сделаны, хотя бы примерно нужно включить эту функцию. Для этого переходим в основное меню фотографий, нажимая на шестереночку, выпадает меню, в котором мы можем включить геотеги. В данном случае стоит «off», значит геотеги выключены. Если мы пытаемся их включить, и до этого вы не пользовались гугл-картами, никакими другими программами, которые позволяют определять ваше местоположение, то при попытке включить геотеги вы получаете надпись о том, что включение геотегов может быть сопряжено с тем, что ваши фотографии будут определять ваше местоположение, и вы его скрыть не сможете. Нажимая «Ок» мне, например, выдана была вот такая запись, с которой я согласилась, и впадает следующий экран. Мои геоданные выключены. Достаточно провести пальцем и включить, чтобы здесь загорелась зеленая кнопочка, и карты, и сервисы Google Play будут ориентироваться на вашу геолокацию. На экране то, что вы включили геотеги и первый раз вошли, и до этого вы никогда не пользовались, эта функция будет отражена вот таким значком, как бы перевернутой капелькой, которая показывает, что большой брат за вами следит. Есть особенность. При наличии вот этих геоданных, когда мы их включаем для телефона, это включено конкретно для телефона, то есть я могу пользоваться картами или какими-то другими сервисами, которые нужны мое местоположение. В этом случае геотеги для фотографий могут быть как включены, так и выключены. Это особенность. То есть я могу пользоваться картами, эта функция у меня включена, но на фотографиях местоположение мое определяться не будет, либо будет, если мы включаем геотеги. Записывая уроки для этого мини-курса, я делала фотографии, на которых включила геотеги. И как вы видите, у меня отражается местонахождение Пирынский Рождества Богородицы скит. Местоположение, если я нажимаю на этот скит, вот на вот это место нажимаю, то у меня выбрасывает на карт, на которой стоит отметка. Стоит отметка здесь. Я нахожусь вот здесь, на пирсе. Эта фотография сделана на расстоянии примерно 100 метров от предыдущей. И тем не менее, телефон определил ее как Великий Новгород. Нажав на тег, который сопровождает мою фотографию, я попадаю опять на это же место. Вот он считает, что я нахожусь вот здесь. Фотография сделана вот здесь, напротив кельи Игумена. То есть вот эта келья Игумена, фотография сделана вот отсюда. То есть для обоих мест с разницей отсюда-отсюда он мне показывает одно и то же местоположение для фотографии и определяет, что это здесь скит находится. А в данном случае он меня определил к Великому Новгороду. Еще раз напомню о том, что при включении тегов местоположение вашей фотографии будет показываться все время, пока вы не отключите эти геотеги и все ваши фотографии будут сопровождаться этими надписями. На примере того, что у нас в группе совместного вязания на машину загружаются фотографии, которые были присланы либо мне, либо наши участники самостоятельно загружали их в альбомы, я выбрала фотографии, которые снабжены геотегом. И вы можете посмотреть, что по местонахождению, вы можете рассказать, что вы находитесь в Австралии, но фотография сделана в Москве. По этим геотегам я могу определить, откуда наши участники, наших групп машинного вязания. Напомню еще раз, что если геоданные включены, то геотеги на фотографии могут быть как выключены, и в этом случае фотографии не будут снабжаться тем местом, на котором они были сделаны. Так и включены. Но если эти геотеги выключены, то включить эти геотеги на фотографии у вас не получится. У вас автоматически будет загораться и определение этих геоданных для всего вашего телефона. То есть при попытке включить геотеги, у вас автоматически будут включаться и геоданные. И вы выйдете на вот такое изображение. То есть геоданные для вашего телефона будут включены. Но при включенных геоданных ваши геотеги для фотографии могут быть как включены, так и выключены. А в следующем видео мы поговорим об экспозиции.